Крупнейший производитель лосося приведет СПО на Мосбирже. Инарктика предложит инвесторам около 4% от общего количества акций по цене 900 рублей за бумагу в рамках вторичного размещения. Период сбора заявок начинается уже сегодня. Это экономика главная. В студии Богдана Прихода. Здравствуйте. Годовая инфляция к 20 ноября увеличилась до 7,37%. Это на одну десятую выше, чем было недели ранее. При этом, опять же, недельный показатель, наоборот, постепенно снижается. Сейчас он находится на отметке в 0,2%. Больше всего цены выросли на огурцы, помидоры и яйца. И о них, к слову, волнует экспертов больше всего. Накануне Владимир Путин поручил правительству увеличить объемы продажи мяса птицы на внутреннем рынке на фоне роста цен на него. Ранее курица вносила существенный вклад в инфляцию. Аналитики считают, что это может повлиять на ужесточение риторики Центробанка в декабре. Ожидания населения по-прежнему остаются высокими. В пределах 13% населения чувствует инфляцию. А Центробанк ставит ставку не по текущей, а по ожидаемой инфляции. Поэтому я думаю, что вполне возможно, что в декабре какой-то шаг Центробанк еще сделает наверх. Будет ли это полшага 0,5 или 1, может быть даже полтора. Я думаю, 2 они не пойдут на 200 базисных пунктов. А 0,5, 1, полтора вполне возможно. Ничего страшного я в этом не вижу. Конечно, это определенный удар по экономике за счет удорожания кредитов. Отмечу, что при этом годовой показатель инфляции постепенно приближается к прогнозу ЦБ. На конец года Банк России закладывает рост цен на уровне 7-7,5%. Санкции против СПБ биржи усложнили разморозку российских активов. Как отмечают источники РБК, речь идет о бумагах тех инвесторов, которые ранее получили лицензию европейских регуляторов на разблокировку. Юристы также подтвердили, наличие в цепочке перевода активов лиц, связанных с ССББ биржей, может привести к отказу зарубежных контрагентов исполнять условия разрешений. К слову, заявлений тысяча, а вот выданных лицензий лишь только несколько десятков. Источники РБК подчеркивают, что инвесторы планировали вывести заблокированные бумаги по цепочке через СПБ биржу, либо через структуры, которые связаны с этой площадкой. Сейчас они вынуждены искать новых контрагентов, поскольку регулятор может наложить повторную блокировку на эти активы. Причем подобные случаи уже были, и это несмотря на то, что европейские регуляторы не обязаны соблюдать санкции США. Напомню, что СПБ биржа попала в американский SDN-лист 2 ноября. При этом у площадки есть лицензии на завершение отношений с контрагентами из Штатов до 31 января 2024. Импорт парфюмерной продукции в Россию по итогам трех кварталов этого года вырос почти на 50%, до 40,5 миллионов флаконов. Данные исследования операторов систем маркировки публикует Коммерсант. Доля иностранного парфюма в структуре предложения выросла больше, чем на 3%. Внутреннее же производство по итогам трех кварталов также выросло почти на 30%. Это около 63 миллионов флаконов. Дело в том, что в последний год крупные торговые сети развивали прямой импорт. На российский рынок вышло множество новых парфюмерных и косметических марок, в том числе из Греции и Испании. Повлияло и то, что появились поставщики в странах Азии, а это помогло выстроить новые логистические цепочки. Открывается также и рынок Ближнего Востока. Ну плюс, конечно же, параллельный импорт. В перечень разрешенных к ВОЗу вошли такие марки, как Lancome, и Saint Laurent, и Giorgio Armani. По оценкам аналитиков, в четвертом квартале этого года рост импорта может продолжиться из-за снижения курса доллара. В правительстве не поддержали регулирование цен на бензин и дизель. Об этом говорится в проекте отзыва правительства. С ним ознакомились известия. В материалах не было анализа и оценки влияния предлагаемых мер на рынок. А вот основные причины. Введение госрегулирования цен на внутреннем рынке моторных топлив приведет к искажению свободного рыночного ценообразования. Дестимулирует инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сети АЗС. Создаст ситуацию недостаточности стимулов поставок топлива на внутренний рынок, что, в свою очередь, создаст предпосылки для возникновения дефицита. Я напомню, инициатива появилась в разгар топливного кризиса в стране, когда биржевые цены практически ежедневно обновляли исторические рекорды. Депутаты ЛДПР предложили установить предельно допустимые розничные цены на бензин и дизель. Ну, то есть порог, выше которого не может топливо продаваться потребителю. Эксперты уверены, эта инициатива просто пиар. Переход к госрегулированию может привести как к закрытию независимых АЗС, так и к дефициту топлива. Вспомним ситуацию, которая закончилась буквально вчера по ограничению экспорта топлива, бензина и дизеля. Как она развивалась? Вроде бы быстро все ввели, когда все стало очень плохо. Но при этом быстро все отменили в силу того, что нефинные компании стали активно жаловаться на перепроизводство, на падение доходов и так далее. Правительству это не надо. Правительство хочет получать свои акцизы, налоги. Нефтяники хотят зарабатывать прибыль без каких-то лишних телодвижений по изменению этой системы в виде госрегулирования. Поэтому логика очень простая. Госрегулирование быть на рыночный товар не может. В аппарате правительства изданию сообщили, что проект отзыва еще готовится. После его направят в Госдуму. Отмечу, оптовые цены на бензин на И-92 15 сентября впервые превысили 70 тысяч рублей за тонну. На авиакеросин 75 тысяч. Сейчас 92-й торгуется около 47 тысяч рублей за тонну. Дизель 56,5 тысяч. Нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам трех кварталов в год достигли минимумом за 16 лет. Об этом сообщили в счетной палате. В абсолютном выражении показатель оказался ниже 6 триллионов рублей. Как говорят аудиторы, такое падение обусловлено сразу несколькими факторами. В частности, падением средней цены на нефть марки Юрлс и на природный газ. Кроме того, свою роль сыграло продолжение налогового маневра в отрасли. Это программа постепенного отказа от экспортной пошлины на нефть и производные продукты. По сравнению с прошлым годом, ставки уменьшились в два раза. На сокращение указанной статьи бюджета влияет и опережающий рост ненефтегазовых доходов. В период с января по сентябрь они увеличились почти на 3 триллиона рублей. К примеру, в этом году правительство собирает с бизнеса налог на сверхприбыль. Ожидается, что так в бюджет дополнительно поступит 300 миллиардов. Также российская нефтяная отрасль находится под санкциям Европы, США и не только. Однако эти ограничения существенно не повлияли на снижение доли. Эксперты отмечают, что с одной стороны появляются новые производители с относительно невысокими издержками на добычу. Например, в Гаяне. Там средние затраты оцениваются в 35 долларов за баррель. Ну а с другой, на фоне зеленой повестки, страны снижают инвестиции в нефтяную отрасль. А это грозит кризисом предложения. Если смотреть на горизонт двух-трех лет, то в целом факторы указывают на сохранение сегодняшних цен. Клиенты Binance вывели около миллиарда долларов за сутки после ухода основателя компании. Об этом пишет CNBC и Reuters, ссылаясь на аналитическую платформу Nansen. Правда, там подчеркивают, что в эту сумму не вошел биткоин. Несмотря на отток средств, Binance остается самой крупной в мире площадкой для торговли криптовалютами. В долларовом эквиваленте там находится порядка 67 миллиардов. Отставка основателя биржи Чен Пене Джао и признание Binance в том, что площадка нарушала санкции и не соблюдала правила борьбы с отмыванием денег, вот все это вызвало беспокойство инвесторов. Сейчас криптобиржу возглавил Ричард Тенг, старший исполнительный директор компании, который присоединился к ней два года назад. Некоторые аналитики считают, что сделка вряд ли положит конец юридическим проблемам биржи в США. Накануне Соединенные Штаты оштрафовали Binance более чем на 4 миллиарда долларов. Это одна из самых больших сумм, которые когда-либо взыскивали в стране по уголовному делу. В конце сентября площадка объявила об уходе из России и продаже бизнеса компании Комакс. На этом у меня все. Смотрите РБК.